Продолжение следует... 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 Вы знаете, вот цикавые данные, задоволенность и качество освятия, как люди в разных странах принимают свою систему освятия. Если у Великой Британии 70% задоволенность и качество освятия, у Польши 66%, у России 42%, то в Украине 38% скажут, что у нас такая-така освятия, которой можно быть удовольствием. То есть мы уже видим всю крису системы, и люди это понимают, и есть очень много знаков того, что система перебывает в глубокий вид. Мы сегодня с вами стоим на Евромайдане, так? Мы прекрасно понимаем, что украинцы есть своей сутью европейцы. И, верно скажу, что дискуссий про освятия в нашей стране достаточно мало. Мы дисктуем про разные вещи, а на освятие всегда смотрим, как и на финансирование на правильном принципе, так и думание про освятие на правильном принципе. На том, что в Европейском Союзе эти дискуссии случились очень давно. Какая модель успешного выпускника, чьей-либо люди, которая завершила освятие, что она должна умирать? И все это сегодня, в первую очередь, можно охарактеризовать вот такими ключевыми компетентностями. Подивите, что стоить на первом месте. Різная мова, это стойно для Украины. Давайте глянем далее. Что стоить на втором месте. Мы только что про это говорили. Для того, чтобы почувствовать себя повноправным громадянином европейской семье и народе. Третье, это то, что мы втрачаем сегодня. Математика, наука, технология и те, чем мы были традиционно сильными. Цифровая компетентность. Метами же, правда, это умение использовать компьютерные технологии, айт-технологии. Умение вчитаться. Сьогодні за прогнозами человека, чтобы быть успешным, смущена будет в наступные десятилетиям сменивать свою профессию два-три раза до жизни. И постойно добывать какие-то умения. Например, эти профессии... Компетентности, профессиональные до этих профессий, переглядаются каждые два-три раза в многих европейских странах. И люди с этой профессией должны постоянно учиться. Потому что умение самого учиться у них... Неможливо зараз научиться один раз на жизни. Семь-то, эти часы, эти часы, эти часы, эти фигуры... Социальные и коммуникации, друзья, это актуально для Украины. Так, так, с ним стоит цей Майдан. Инициатива, то есть приемство, культура, культура спилкувания, культура работы в команде, культура взаимостно-стосунков между людьми. Если мы эту картинку с вами принимаем и понимаем, что мы в своих правданиях тоже есть часть Европы, и оцю вирубленную формулу приймаємо для себя, то так и все треба проектировать систему развития. Это я хотела еще раз показать, потому что когда мы показываем ци компетентности, все кажутся, например, в математике, и у нас все вератно справится, на взміну від вікупи. И это не так, и международное встречение ТИНС показало, что мы стоиму значно ниже, ниже средняя по других странах, ниже ниже, ниже в России. А не рукой мы передали. Шановні коллеги, мы имеем сейчас еще очень важную складную тенденцию, это повлияние различных доступов к качеству и обеспечения. Между местом и селом, между разными типами навчальных знаков. И, например, если вы поделитесь на результаты с ДНО, то дети из места, назад, назад, до них приезжают, дети из места мают в 5 раз выше шансы вступить на этот мир, чем дети из села. А если там есть, как вступная иноземная мова, то шансы детей из места в 10 раз выше. Это означает, что мы в Украине пришли к ситуации, когда дитина за визначением за народжение у селии отрадо отримает меньше шансы на хорошую жизнь. И этого не можно допустить, потому что даже один из позитивов Радянской школы было бы, что Радянская школа пыталась создать равные шансы для вступа выпускников в села. Другой мы сказали, это саблица, которую вы можете больше докладать, но познакомиться с презентацией, которую я выкладываю на Facebook, она показывает свои результаты, которые выкладывали на нашу сегодняшнюю штуку. Но это малюнок не нашей школы, и не нашего университета, а здесь такой красивый, который выиграл школы. Очень вам дякую, что я не буду вам приобретать. А наступный кадр, пожалуйста. А тут, погляньте, декорации с медицей. Но способ навчания на каждый день передачи, это передача моих информаций и знаний. Чи можно тихо компетентностей, про которые мы сегодня говорили, в такой способ навчать? Такий способ навчать? Очевидь, что нет. И сегодня світ шукает эти методики. Чи могут их вырешить? Айти технологии часто могут, так? И мы сегодня знаем, что есть школы в Украине, которые начинаются в Украине, много используются уже планшеты, и другие джерела информации, которые могут успехом заменить традиционный обучатель. Но этого все равно мало. И это мова по ищущий способ навчания, по работе в команде. И это, например, отличается абсолютно принципово. Например, «Успешная женщина школа» от Украинки. Но г Waite будет дальше. Какие могут быть сценарии для Украины? Украины в Украине, в Украине, в Украине, это самые лучшие правильные страны. Они пытались разработать возможные сценарии развития по обучению на наступные десятилетия. И есть примерно три таких сценарии. Сценарий Решколяризації и Дешколяризації. Давайте разберемся и выберем для себя все таки сценарий. Итак, что такое так называемый Освитний Чорнобиль? Это означает берегти статус свой ничем не менять, закручивать гайки. Это бюрократизация системы Освити, когда все визначается вверху. Абсолютно жесткий контроль за всема, за учением и за вчителем. Пускаются и до гребниц контролируются все стандарты. В результате, это сопровождение, кроме того, оптимизации выдастов на Освиту, что приводит до взрослых вимог до вчителев, судного бога, за бюрократизованием и снижением их оплаты праздника. Что тогда делают нормальные люди системы? Они втекают. И в странах ОООН назвали Освитним Чорнобиль. Они так назвали. Не мы. И знаете, что в Чорнобиль и украинских, это очень сумная коннотация сегодняшней ситуации в нашей системе Освити. Потому что самая такая ситуация, сам бюрократизованность, страшная централизация и важная ситуация вчителей мы имеем в Украине. То есть мы констатуемо, что это, что есть сегодня, если будет продолжаться так же, то мы ничего не создаем, как Освитий Чорнобиль. И это, что мы видим, что в следующем сцене. Наступный сценарий – ре-школяризация. 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 Перебудова. Перебудова системы, она есть вводная. В ней треба инвестировать. По цьому шляху сьогодні йде свят проведеных стран. Когда школа стаёт Суспільным центром. Центром провады. Когда школа – это организация учеников и родителей, которые сосредоточены на том, что учатся учиться. Вчатся разом. Потому что нет константной подготовки учителя. Когда учитель приезжает, то все, я готовый и с этой подготовкой могу наступных 25 лет працювать. То есть это общение, это другая культура организации, которая учится. И следующий сценарий, который идет параллельно и который уже, коллеги вас запевню, начинается в Украине. Это те школяризация. Это те, когда родители детей не хотят отдавать до школы. Если школа не изменится, если школа не идет много времени, если школа на думку батьков не отвечает системе ценностей этих батьков, то они мают право навчать дитину поза школой. И мы должны эту возможность также передбачить в нашем законодательстве, где школяризация без сомніву сприяє застосованию мережевого навчания и IT-технологий. А теперь я вас очень прошу поделиться внимательно до этого слайда. Потому что мы сейчас взглянули эти три сценарии. Но на них можно поделиться еще немного под другим путем. Вот погляньте. Сейчас вы, если вы не понимаете, можете поставить мне додатковое вопрос. Все сценарии можно рассматривать под такими осями. Освята может финансироваться из разных джерел. Правильно, это то, что называется финансовый фюраль. И освята может финансироваться только государством. Например, у нашей Конституции Украинской чётко написано, что загальная средняя освята является бесплатной для государственных и коммунальных навчальных заказов. Она должна финансироваться государством. Это оповеда этого государства. Так само система освіти, поделиться на вертикальный вид, может быть спрямована на две вещи. Одна – это форматирование. То есть мы чётко знаем, что человек должен знать гмити, и мы ее форматуем от ценной суммы знаний гмит. Вот такие все однаковые. Знаете ли, от фабрика играшок. Есть фабрика. И свідки выходят такие однаковые яльки. Это, до речи, была очень популярна модель 19-го столеття. Когда мы знали, каких работников, каких профессий, которые должны быть эти люди, как они должны ставиться до влады, что они должны знать, почему они должны знать. Особенность форматировалась. Мы сегодня живем в первом столетии. В суспільстве сильного особенного развития. В суспільстве, которое динамично движется. Здесь появляются новые цели галузи знаний. На стихах старых. Здесь появляются новые профессии. И свят приходит до того, что системы освіти мусить не форматировать, а формировать. 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 Давайте мы с вами выберем, какой нам сценарий нужно. Одна из этих сценарий я взяла от наших друзей поляков. Поляки очень серьезно працюють над проектом будущего в Польше. Как будет развиваться страна и система освіти в том числе. Один был такой проект, где они говорили про систему освіти и розглядали, которую она должна быть. В этой системе координат может быть четыре сценарии. Первый называется «Фабрика комплектующая». Когда государство дает деньги, этих денег всегда не хватает. Но она при этом форматует. Оскільки нам кого нужно. Это еще старый принцип. Когда мы знали, что было пятьюречное исполнивание, могли сказать, сколько нам нужно было работников за разными специальностями, инженеров. И сегодня, до речи, часто критикуют систему освіти, в том числе и профессии, что она не отвечает прогнозам рингу прасти. Но начнем с того, что у нас этих прогнозов практически нет. И у нас институт прогнозов в Украине очень слабко развивали. Но я сейчас про иное. Мы сейчас говорим про будущее системы освіти. Отже, может быть сценарий, когда мы форматуем оцик потребных, которые могут быть потребными через два, три или пять лет. Извините, в связи с этим поставить вам одно вопрос, чтобы вы над ним подумали. Мы сегодня, когда мы учим наших детей, ну, например, тех, которые учатся, скажем, в шестом или восьмом классе. Так? Чи можем мы сказать, что им точно будет потребно через 15 лет, когда они будут у продуктивного века? Через 15 лет, это сегодня 14 плюс 15, рахуйтесь, 2030 год. Чи можно сегодня прогнозировать, какие они будут профессии? Как будет развиваться рынок праи? Тому форматирование все больше стаёт неактуально. Если это очень нужно, именно в эту минуту. У нас будет еще вопрос для вопроса, окремый чат. Чтобы пока все зрозумело, мы дальше будем вопросами. Второе. Смит идет также по другим сценариям. Грошей на освіту не вистачає державних. Залучается очень много других денег на освіту. А вы знаете, что когда кудись ходит бизнес, то всегда есть певная рація. Сколько этих витратов и что ты за это укриняешь? Саме свиньи выходят різноманитные продукты швидкого приготовления. Например, ручина кава приводного. Так ты высыпал один пакетик. Дуже швидко. Розмешал, додал горячей водой, чем тебе кава с молоком и сукром. Так от розглядаются и такие рецепты освіти, яку можно швидко отримати за невеликі кошти, а яка весь час порционирует и приготует до новых витратов життя. И это так звана освіта инстант, или освіта швидкого приготовления. Третий сценарий – это когда, так само, это очень много денег. И мы получаем такие острые в мире. Есть море посередине, новинок, навчальных закладов. Девчатjä, как вы, все, како-тако. Но среди них есть островки благополучия. Там, где есть додатковые финансирования, там, где есть замужные батьки, зарисованных них в гимнадии, в лицеи. Дорогие друзья, вам это ничего не напоминает? Мы, фактически, сегодня украинского освета ведемо шляху фабрики комплектующих до шляху мозаики-можливостей, перекладывающих на батьков большую часть кошек. И это приводит, например, в общественной средней освете до яскравого разрыва в доступе до освіти. Если вы благополучная родина, в вашем великом городе, и можете свою дитину отдать в такую школу, где вы будете оплачивать кошки, ваша дитина сразу мает большие шансы. Если нет, она будет учиться в совсем большее, то это не то шлях, по которому мы можем дальше идти. Потому что при этом мы совершаем одну катастрофическую дию. Мы успадковуем бедность через освету. И создается целый социальный прожарок людей недосвеченных, людей без системы ценностей, людей, из которых мы имеем титушек, из которых мы имеем той большой социальный прожарок, который не позволяет нормально развиваться. Это величезная безопасность в Украине, которая сегодня увеличивается и увеличивается. Четвертый сценарий, коллеги, называется «Спільнота ценностей». Звучит идеалистично, але кожна велика мета має в собі цього щось идеальное, до якої світ идти. Потому что если мы говорим про загальну среднюю освіту, в сенсии ту базу, яка має бути населення всей этой страны. Адже не кілька відсотків тих обдарованих, которые перемагают на Олимпиадах, творят всю страну и ее экономику, а в большинстве, то тогда мы должны прагнуть створить освіту за государственные деньги, за государственные деньги, но и ту освіту, яка будет формовать личность. И если мы принимаем для себя в этой стране таке политическое решение, что это наш выбор, то, соответственно, до этого, мают быть все наши следующие кроки, когда мы проектируем эту систему освіту. В связи с этим, я повертаюся еще раз, мы должны выполнять закон, потому что все, что освіта завжди недофинансована, визначает только одно, отсутствие ее приоритетности для влады в этой стране. Это, что происходит сейчас, коллеги, все больше и больше переходить межи добра и зла. Я приведу вам простой пример. В 2009 году бюджет системы науки, державного финансирования науки в Украине. Бюджет 2 раза больше, чем Генеральная прокуратура. Бюджет 2014 года. Бюджет Генеральной прокуратуры зарискал до 3,6 миллиона гривен, а бюджет науки 2,7 миллиарда гривен. Тобто 3,6 миллиарда гривен, а бюджет 2,7 миллиарда гривен. Тобто 3,7 миллиарда гривен, а бюджет 2,7 миллиарда гривен, а бюджет 2,7 миллиарда гривен. Бюджет. Бюджет. Система Министерства внутрішних справ. С услужба безопасности в investments. Бъborough то, тут є кошты на освито і науки. Потому что это абсолютно не пропорционные взрослые бюджетов у них. Поэтому, шановые коллеги, мы должны стоять на доме и требовать нормальной приоритетности освятий и науки. Мы должны прийти до того, чтобы каждая дитина, независимо от места родственника и социально-экономического статуса ее родственников, когда попадает в государственную систему освятий, мала освятные шансы. И освята могла работать для нее как социально-экономерно. Я сегодня не актуализировала тему вчителя, это делала на минулой лекции. Но ключевая является позиция социального статуса и квалификации вчителя. Потому что учитель – это рецепт успеха будь-якої системы освяти, как и вкладач в системе высшей освятии. Вчитель и вкладач не просто с высоким социальным статусом и уровнем квалификации, но как человек, которая имеет соответствующий уровень академической свободы и не может использоваться как обычный административный ресурс для митингов або выполнения непрофессийных обязанностей. Утверджение ценностей. Я думаю, что попередняя наша с вами разговаривала вас до цієї думки, что в потоцах шаленого информации для детей наиболее важно понимать систему ценностей, как эту информацию классифицировать, как отличить добро от зла, как принимать решения при складных проблемах. И еще подходят до финансирования, как ближче до споживача. Все деньги, которые даются на обзор, они должны втрачать из этих найближчих детей. И эти подручники – это яскравый пример. Потому что когда те, кто безусловно использует засоби навчания, или, например, автобусы, которые приводят детей, они лучше знают, какие технические характеристики этих засобов навчания, или подручники, или автобусы, которые им нужны. И им безусловно потом смотреться в очи батькам и детям, говорячи про качество закупленного продукта. У нас же большинство программ централизованных на уровне Министерства освіти и в связи с этим есть очень много коррупции в витрачении этих денег. Не прозори тендерные процедуры. Мы делали анализ с нашими коллегами, мы имеем доведки рахунковой палаты, мы имеем доведки финансовой инспекции. И могу вам сделать один висновок, что сегодня торговцы зайшли в Краму Снег. Какие эти деньги, этого недостатного финансирования, кроме того, не прозоро використовывают. Незалежное оценивание качества освіти. Громадский контроль батьков может дать нам поревняльную картину, каких мы достигаем результатов, а не жить мифами и стереотипами, про которые мы рассказываем, что наша освита найкраша, потому что у нас есть победы Олимпиад. Нет, победы Олимпиад, конечно, нам нужны честь и хвала. Только наша мета мает быть вот такой. Наша мета поляга... У каждой украинской детали мают быть равные возможности, незалежно от добробода семьи. И тогда есть возможность, когда с каждой семьи будет использована освита как социальная вещь. И это тогда поднимает в целом освещенность и равность життя всего суспільства. А теперь прошу повернуться, потому что мне важно было авторизировать эту метуру. Я вам покажу еще только слайд один. Еще назад. Для того, чтобы еще раз подбить подсумку, куда мы с вами идем с нашими системами освіти. От все международные дослежения, знову ж таки, с этой организацией экономической работы и развития, они позиционируют все системы освіти за такими критериями. Может быть сильный влияние социально-экономического статусу семьи, может быть социально-экономического статусу. Тобто, чем большая родина, тем больше имоверность високих досягнений. Может быть незначительный влияние социально-экономического статусу. То есть не зависит от какой родины. Если она с ней работается, она потрапляет в державную систему освіти и она будет мать шансы на высокий досягнение. И вот теперь в зависимости по системе по горизонтальной оси мы с 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 И без сумніву, або еще одна всем известная прикладка, або вы вкладаете в школы, або в тюрьмы. В любом случае, шановные коллеги, я хочу вас поинформировать, что мною и еще другими депутатами внесенный закон про повернение нормы в статью 57 Закону про область. Про то, что оплата, посадовый оплат вчителя, должен быть на уровне средней заработной оплаты по промысловности. Дорогие друзья, эту норму в закон поставили депутаты в первую и вторую откликание Верховной Ради. Это был очень патриотичный вклад Верховной Ради. И они, когда писали закон про область, они очень хорошо понимали, что святовый досвид свидетель свидетель о том, что учитель может иметь заработную оплату, так как бы быть в среднем классе. Не, конечно, на горе среднего класса, но всегда, принаймні, потрапляти до среднего класса. Тогда он может восстановиться и тогда эту профессию идут лучше. Прошу. Так, я не надолго вас не спрямую, но хочу сказать, что самое первое, так как вчора сказал Владик Степан, нам нужно начать с духовности нашего народа. Нужно начать с духовного садочка, нужно учить духовности, личности, нужно учить иноземные мови в час садочка, нужно учить молювание. Дети мают дар Божий до спиву, до читания виршов, до писания виршов. Мают спиву, мают такие композиторы между ними, уже молодые народжаются композиторами, нужно начать с садочка. Мы очень хорошие, молодые, не знаю, какой они церковь, но они мне подарят руки. Что паня Оксана, я с вами згідный, и что нужно в школе уразить тоже религию. Дети повинні, дети повинні, дети повинні вчитися за хвороби Божих, святого письма, каждый раз на кофе будет категоризація. Мне даже сейчас 4 языки, я у моих звездах учителя, янучка, учитель, как говорится, 4 классов, но я в моем доме группе, у нас есть учитель категоризатор. Паня Оксана говорит, что никто не хочет слушать, почему? Потому что у нас есть учитель категоризатор, он мне тоже звонят. Я говорю, я говорю, мы молодые, мы троих, мы двое разберем по дереву, почему они завоевали в Киеве, в Киеве, в Киеве, в Киеве, а почему они занимали грамоти, И вот послали грамотку со своей работой. Почему это так? Почему же туда было 2-3 евро-СППЛ? Тебя не ходить до церкви для того, чтобы лишить революционный хан, нужно ходить для того, чтобы исполняться, причищаться и очищать свою душу. Он взбрал всех своих сотрудников, насильно, но моя дочка не ехала. Ехали с оберзанами, люди. Тут она в Майдане, как ему не стильно. Я думаю, что он сказал, что он в Майдане на Майдане. Я думаю, что он в Майдане на Майдане на Майдане на Майдане. Дорогие друзья, вот паня Остана подняла ядра с проблемой ценности в освятии. Вона есть очень важная. И это может быть ризненность, это может быть через залучение и співпрацю с церковью, но это может быть и без залучения церкви. Найважно, что через систему освяти дитина должен получать эффективность. А мы сегодня систему освяти поставили в шпагат. Между тем, что мы говорим, и между тем, что дитина видит в реальности, потому что вы дитине рассказываете в системе освятий про честность, правдивость и справедливость, а вона стыкается в чистошкельном веке с проблемами хабарництва, коррупции, неправды, ризного слабления. И вот тут есть величезная проблема. Поэтому я поддерживаю в этом сессии еще раз хочу ответить на очень важный, ценностный аспект системы освятий. Пані Лиля, все наши дети знают, что есть такой показатель интеллектуального развития IQ. Проте этот показатель используется для выяснения интеллекту народа. И перед Новым годом в Европейском Союзе был опубликован интеллект народа, и украинцы входят в десятку лучших европейских народов за рівнем IQ. Что вы думаете из этого периода? Сложите, пожалуйста, спасибо. Я вам скажу відвертно, что я до этого ставлюсь трошки скептично до такого середнего показника IQ, потому что в каждом народе есть очень разные люди. И это, власне, что мы говорим о середнюю температуру. Но если серьезно, то сегодня мы должны понимать, что системы освятия, которые начинают работать с детьми, как раньше, и чем прогрессивнее система освятия, тем, что она начинает влучать своих детей до системы освяти. Потому что в Британии намагаются уже с 3-х годов начинать учиться детьми. И это, как раз, соответствует науковым исследованиям, которые говорят, что 50% интеллектуального потенциала дитини формуется в веке до 5 лет, которые не можно упустить, и в этом смысле раннее залучение детьми до освятий, до того, что инной освятий может надзвичайно развинути, або не развинути, потенциал дитини. Кажут, все дети народжаются генеальными, а потом система освятия вбивает эту генеальность. Поэтому для нас важнейшее сделать такую систему освятия, которая будет эту генеальность развивать. И тогда наш коэффициент с гумарной АКЮ будет еще выше. Продолжение следует... 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 Но все, что есть в системе освятии, оно выкладывается для бильного доступа, для того, чтобы большинство клиентов имел этот бильный доступ. И проведенные университеты света идут шляпом выкладывания лекций профессоров, а также инструментов переверки знаний и творения онлайн-кульсов. И это, вважается, показником лучших университетов, сколько учебных курсов в них переведено в онлайн-кульпозицию. Это нормальная тенденция, но я вважаю, что не нормальная, когда, например, выкладывают в интернет, но доступа до этого интернета у детей в селе нет. И поэтому мы должны сейчас идти, в первую очередь, мочи мету ревного доступа до освяти, развивать и книжку, и онлайн-кульпозицию. Но я четко являюсь прихильником того, что проблему доступа до освяти в селах, в отдаленных местах, доступа до качества моей освяти, можно решить через как раз современные IT-технологии. По этому шляху идет весь свет, и мы также по нему маем идти. В плане лилии, все же будет встание, закрывание микрофон. Добрый час, спасибо за тобой, специалистичный байкан. Я готовы, чтобы продолжаем курс на курсы, потому что в мире идет такая тенденция, потому что все образование на курсе аудитории в интернете, и в селе, вовсе, на поверье, на третий, на третий, на третий, на третий курсов, обеспечивает разные возможности, например, для 10-15 классов, сдачи СНО и доступа венера. То есть поменять это возможности, где-то на дисциплине с дистанционным объемом образования. Дистанционная освета может развивать себя, в она развивается в целом свете, но ее можно рассчитать в первую очередь как дополнительную основу и возможность. Неможливо полностью заменить в ней традиционную систему освіти. Зверніть увагу, что, например, проведенные университеты света, работая платформой этих онлайн-курсов, выдают дипломы бакалавра или магистра только тем, кто учится также на кампусе университета. А в онлайн-курсах выдаются только соответствующие за отдельный курс. То есть, влияние общей, влияние в среду университетского мое значение. А с привода ННО, потому что вы конкретизировали свои вопросы, что это может помогать датям подготовиться с университетом. Будь-якая качественная дистанционная навчательная, что означает качественная? Мало выкладывать только, например, кусок подручника или книжки с какими-то теоретическими материалами. Как и споляга в зворотном связи между вихованцем и учителем. Когда ты рассказываешь и можешь переверить свои знания и отримать коррективы. И, до речи, одним из недоликов онлайн-курсов есть то, что этого зворотного связи вартует. То есть, ты можешь переверить свои знания, а от коррективы до них отриманы. Это уже высший пилотаж и очень много нужно працювать, чтобы автоматически этот зворотный связь был. Поэтому для этого перспектива. У нас есть техническая ситуация, что у нас бензин лишился ровно на 2-3 минуты. Нам нужно остановить генератор, долить бензин. Я хочу вам буквально подякувати за то, что вы пришли на эту лекцию. Это первое. По-друге, мы будем думать, как продолжать діяльность университета, и как продолжать наше спелкувание, потому что попереду, очевидно, очень много работы. И у меня есть прохание, если кто-то из вас зацикавленный самым развитом системы освіти и хочет далее брать участь в таком спелкувании, то тут есть мои помещники. Поднимите руку, мои помещники. Видите, они имеют в своих руках анкету. Вы можете там залишить свои контакты. И тогда мы будем запрошивать вас на таке спелкувание и до спільної работы. До речи, я знаю, что тут есть кто присутный. Кого мы запросили, они были на первой лекции, а они пришли на другую. Поднимите руку, что есть такие, кто были на первой лекции и пришли на другую. Я особливо вдячна этим людям, патріотам освіти. Дякую вам. Наше стоянье на Майдані – это велика работа. А если мы при этом еще интеллектуально работаем и думаем, это еще важнейшая работа. Слава Украине! Слава! Я в имени всех присутствующих хочу поддякувать вас за очень полезную информацию. И буквально через квитро и хвилина встречаемся на другом лекции. Дякую вам. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Субтитры создавал DimaTorzok 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 И вот, знаете, как это, давайте там створить МВК. На МВК ход по году, если вы делали 50 тысяч гривен, то 50 тысяч гривен, это вообще ничего. То есть дошкельный заклад приедет к вашей школе, да? Нет, дошкельный заклад не будет в суде. То есть на базе школы, на базе школы, в ДК и там будет в структуре. Да, в структуре, одна різновидовая группа и школа, то есть для того, чтобы сберегать школу. И на 50 тысяч ремонту сделали, сейчас грошей не хватает. То есть эти справки прекратили. И я не знаю, как будет, как у нас наступить на этот бюджет. Знаете, что, я думаю, что я просто, глава МВК, в питании освіти и науки, могу десь вернуться до органов влади и поддерживать вашу школу. Если вы считаете, что это все нормально, какие у вас там... Ви в ваших друзьях не позвольте, а я у вас. Если вы можете, на дату... Мне нужно дать визитку в школу, чтобы вы мне написали, потому что мы сейчас тут не живем. Я понимаю, это очень много вопросов. Ви мне напишите в листах, и вы это видите. Могу, я на вашу мобилу записываю. 13-я зарплатная полоса. Так, давайте все почесим. Ну, про 13-ю зарплату, уже давно ничего не получили. Так, так, так. Да, да. Питание его стратегии. А мы, конечно, тут же питание ставим, что за них кто-то придет. Ну, добре. Директор все мне напишет, и мы тогда будем разговаривать. Все, я применяю. Я, как бы, вы хотите составить. Дякую за лекции, за выставку, чтобы все гармонировали. Добавляйте, мы, украинцы, у меня что-то такое самое привычное. Мы забываем, что мы говорим про цизус, а мы не забываем про цизус. Это стаття 3 Конституции. Мы, с нами, я слушаю, говорили, что вольный разбор о цизусе, это самая стаття 23 Конституции Украины, 23 Конституции Украины. И у меня такая вопрос, что мы не догонялись, но, наоборот, я говорю. У меня такая вопрос, почему вы, я еще глава Громадского Украины, у нас есть определенный опыт работы Громадского Украины и Громадянского Украины, что лежит, что у нас на Майдане, мы стоим, правильно сказали? Но мы не думали, не думали, не думали, что мы стоим в этой приказе. У меня такая вопрос, что вы готовы сделать, может быть, пострадали, чтобы изменить название вашего комитета, который вы слышите, не комитет из вопроса о развитии науки, а комитет из вопроса о развитии людей. Потому что это самая ценность, которую мы сегодня говорили, и, в частности, и, в частности, я думаю, что мы, Громадские девочки, Громадские эксперты, которые мы сможем это обручать, самая на приписание законодательства правой людини, и, в частности, Европейской и Конституции, и, в частности, на основе наших европейских судей, что самая доступа людей, это, наверное, это есть суть. И, в частности, то, что вы говорили, что он теперь может и, в частности, в этой стратегии, и, в частности, и в Польше, и в частности, в Финляндии, что, правда, люди говорят, что, наверное, в Финляндии такое возможно. Вы же, наверное, человек из Киев. То есть вопрос, что, действительно, можно было бы сделать такую логичку, чтобы изменить название комитета, а вопрос, что мы с людьми запечаткували такими министерствами о развитии людей Украины? Спасибо. Спасибо. Мне это очень интересная идея. Право, наверное, не изменяется название. Потому что у нас очень часто здесь изменяются названия, но не за четырестными названиями меняются и я думаю, что право зараза нашей страны, где ездят в отечественной рекламе, не только на такие велосипеды, а также на пенсии. Пока будут меняться названиями, нам нужно сегодня зарабатывать правильные деньги. И ценность изменить новой гражданин, но и в развитии, но и в развитии, но и в развитии людей, мое имя быть так, потому что это должно быть вкладываться на конкурсах. Вся система у нас ввити, как мы на все выводим, как мы делаем, как мы делаем, как мы делаем. Как мы делаем, как мы делаем. Паня Ушана, мы так активно. Сейчас, секунду хочу. В каком-то разу я сейчас маю дипозицию. Я думаю, 26 с нечумно, что. Каждый вопрос, что такое, что мы делаем в этом году. Нам не требует в целом ничего не помним. И сейчас я говорю, что вы решите, что вы решите? Я думаю, что я все изменю. И буду надежно, что я знаю, что я все знаю. На цифр цифр ответы. Первый скидок, моя педальская. Весенка, которая, которая завтра на низком уровне. Охрана здоровья. На фактах, что скидок и мой сын Духовенский. Это очень низкий уровень. 240 гривен мы имеем. Скидок, скидок, 9000, служит моим силам, мает 1200 гривен. Что это такое? Державная помощь нам дают. Потому что люди не имеют так же, как гроши. Люди бильные. Побачите, как за меня предложите. Незадовго мои позитивы и строители. Тут моя кандидатура. Президент Украины. Слава. Христоска родительница. Икраина разница со мной. И с вами. Украина разница. Украина разница. Украина разница. Потому что сейчас такой же украины не есть спроможный. Он не имеет столько разума Божьего, если придет новая единица. Новая единица, живет за каждой. Как сказал вас нерозумнейший Олександр Роскилюк, что будем начинать. Конституция наша. Конституция наша. Слава Украине. Героям славы. Побачите. Приви. 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 Христоска. Приви. 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 Здесь шановые. Если не надо. Приви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok